как через час я уже три часа жду вашего курьера на работу нужно а ну хорошо дома будет дочь она распишется до свидания сон через час только посылку привезут получишь хорошо хорошо а что за посылка я там купила всякие полезные штучки на дачу потом увидите да кстати о даче ты только не рассказала что случилось твоей подругой забыл как ее зовут доставщицы пиццы ее зовут алена и она пропала пропала да я забежала в дом а ее нигде нет нигде нет говоришь это все проверил у нас все на месте все на месте ничего не пропало кроме нее а с чего ты решила что она пропала может просто ушла я звонила в пиццерию она не появлялась на работе целую неделю ничего себе и велик свой бросила у нас хозяин пиццерии сказал что заберет велик интересно что с ним могло произойти не знаю но я думаю тут не обошлось без мистики ох соня опять-то за свое да наверняка она просто решила уйти из пиццерии может быть и там недоплачивали как бы это выяснить не надо ничего выяснять уже учебу на носу а розыском пусть займутся профессионалы ну да ее родители наверняка уже обратились в полицию либо она никуда не пропадала надеюсь не все хорошо ладно я пойду в свою комнату мне нужно разобрать канцелярию а а а а а и а а а Можно посмотреть? Если ты не глуп и умеешь зорким быть, то увидишь образ ты, который не забыть. Если ты прочтешь или скажешь вслух, за тобой уявится мистер Бабадук. Прочти о нем, услышь лишь звук, и не исчезнет Бабадук. Не бойся, он забавный. Услышишь скрежетый звук, а затем тройной стук. Сонь, мы поехали, и не забудь про посылку. Если что, звони. Хорошо. Дверь закрой, и не забывай спрашивать, кто там. Конечно, мам, я же не маленькая. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Извините за опоздание, пробки. Вот тут распишитесь. Алена? Ты? Ты? Алена, ты жива? Ты меня так напугала! Не подходи ко мне. Не подходи. Я тебя никуда не выпущу, пока ты мне не объяснишь, что произошло. Лучше ты мне объясни, почему ты меня всюду преследуешь. Я? Даже тут меня нашла. Ты точно какая-то колдунья. Что ты делаешь в этом доме? Я тут живу. Ты еще скажи, что ты Нина Майер. Нина Майер, это моя мама. А я Соня Майер. Что? Серьезно? Абсолютно. Я переживала, что ты пропала. Я звонила в пиццерию. И там сказали, что ты неделю не появлялась на работе. Что произошло? Это все ты и твоя дурацкая книга. Ты открывала книгу снов? Да, я открыла. Там был ужасный стих. А потом появился он. Мой ночной кошмар. Бабадук. Да. И что он сделал? Ничего. Я бросилась из дома прочь. Не помню, как бежала. Перелезала через забор. Поцарапалась. Порвала футболку. Ничего себе. Да. Пришла в себя лишь дома. Потом собрала вещи и уехала к сестре. Решила у нее пожить. Вот только устроилась на новую работу. И снова ты. Но я же не виновата. В общем, распишись в получении. Я пойду. Да, да, конечно. А ручка есть? Не знаю, она была. Куда-то закатилась, наверное. Пойдем в дом. Хорошо. Ты не сильно торопишься? Может, чаю? Лучше воды. Проходи. Ты извини, что я коробку уронила. Я просто очень сильно напугалась. Да ничего. Надеюсь, там ничего хрупкого не было? Я не знаю. Мне очень неловко. Сегодня мой первый рабочий день и так неудачно начался. Не переживай. Бывает у каждого. Держи воду. Проверь, пожалуйста. Вдруг там что-то хрупкое. Да, хорошо. Сейчас проверь. Если я что-то разбила, то не переживай. Я все возмещу. Но ведь ты еще ничего не заработала. Займусь, сестры. Мне правда очень неловко, что так вышло. Главное, что ты живая и никуда не пропала. Я рада, что у тебя все хорошо. Ведь все хорошо? Не совсем. Что не так? Он мне снится, Соня. Каждую ночь. И мне кажется, что я постоянно вижу какие-то тени. И эти стихи про него постоянно крутятся у меня в голове. Я не понимаю, откуда этот стих мог взяться в книге снов. Ты тоже его видела? Да, я открыла сегодня. И именно на этой странице. Сейчас покажу. Вот, смотри. Я не понимаю, откуда эти стихи в книге снов? Ведь там обычно разные заклинания. Может, может быть, это снова Глок? Точно. Это тоже мог быть Морок. Помнишь, ты же мне рассказывала про свои сны. Он мог нас подслушать. Да. И что теперь делать? Как избавиться от этого? Нужно сказать ему, что он не настоящий, как говорила няня Карина. Да, Соня, ты права. Этот монстр всего лишь иллюзия. Бабадук. Он здесь. О, нет. Мне пора уходить. Алена, ты не должна бежать. Ты должна посмотреть страху в лицо. Нет, это не мое, Соня. Извини. Это он. Он. Ведь я не сплю. Он настоящий. Нет, Алена, он не настоящий. Ты должна поверить в то, что Бабадук не существует. Ты иллюзия. Ты не настоящий. Ты не существуешь. Алена, давай, мне нужна твоя помощь. Давай, Алена, скажи ему, что он не настоящий. Ты не настоящий. Ты не существуешь. Ты иллюзия. О, нет. Он увеличивается. Спонсоры моего канала. Страшные истории на кладбище. Лора Лей. Алексей Власов. Ольга Сопотницкая. Ольга Сопотницкая. Мрачный Идол. Лида Нинзелова. Алина Киселева. Алина Киселева. И дневник Карина. Спасибо за просмотр. И до встречи на канале Непета.